Ещё дворники не проснулись, чтобы очистить заснеженный двор 144-й школы в микрорайоне Солнечный, а у крыльца уже дежурят стойкие родители будущих первоклассников. Правда, желающих занять очередь с позаранку немного, всего трое. Они уверены, только так можно попасть в учебное заведение рядом с домом. Наученный горьким опытом, два года назад дочку устраивала эту школу, ну вот еле-еле залезли, потому что большая очередь. Школа одна, на такой огромный район, как знаете, он расстраивается, то есть всё больше и больше домов становится, а школ больше не становится. Опасения родителей оказались напрасными. Принимать документы здесь начали ровно в 8 утра. Специалисты приёмной комиссии успокаивали. Все, кто прикреплён к школе по микроучастку, обязательно в неё попадут. Оксана Маньшина пришла на регистрацию к 10 утра и не прогадала. Всего 15 минут в очереди, и старшая дочка попала в один из девяти первых классов. Заранее директор провёл собрание. Мы вот пришли, послушали, всех заверили, что не надо ажиотаж создавать. Всё будет нормально, действительно так и есть. Всё нормально организовано. В этот раз в школах создали все условия для комфортного ожидания в очереди. Можно, например, выпить кофе, подкрепиться конфетами и посмотреть фильм на большом экране. А это коридоры одной из самых больших в крае школ. Пол 153-й. Сегодня они пустуют. Однако в этот же день, в прошлом году, здесь был настоящий ажиотаж. В толпе давка и паника. Занимать очередь родители первоклассников здесь начали с трёх часов ночи. В этом году педагоги сработали на опережение. Провели собрание, обзвонили всех и рассказали порядок приёма заявлений. Здесь планируют сформировать 15 первых классов. В каждом по 30 человек. Это много, но возьмут всех, кто прописан в микрорайоне. Мы провели некоторую организационную работу, касающуюся организации предварительной записи детей, родителей, будущих первоклассников. Для того, чтобы не было столпотворений, для того, чтобы запись была более организована. То есть родитель заблаговременно в удобное для них время записывался. И сегодня, как вы видите, они приходят по времени. Первые классы начали набирать и в новой школе в микрорайоне Иннокентьевский. Пока она не открыта, заявление принимают в соседней, 151-й. Управление образования, говорят, деление на микроучастки существенно облегчает процедуру комплектования. Места в учебных заведениях распределяются строго по прописке. Детей вносят в общий список, а распределение по классам начнётся позже, после того, как запишут всех. Ажиотаж ещё может возникать в голове родителя на предмет того, что ему кажется, чем я раньше приду и запишу ребёнка, тем я попаду в самый первый класс к сильному учителю. Хочу сказать, что это точно не так. Вот с 1 февраля формируется список ребятишек. Сейчас уже подходит к завершению программа автоматизированного распределения детей. Запись детей продлится до конца июня, а дальше начнётся индивидуальная работа. Если родители хотят отдать ребёнка в конкретное заведение не по прописке, их заявление рассмотрят в июле. Евгения Шелковникова, Сергей Доставалов, Алексей Гусев и Всеволод Никитин. Новости.